Мы отмечаем полувековой юбилей легендарной группы «Машина времени». Андрей, вот хотел спросить, вот такие вот эпизоды, как в связи с запретом «Машины времени» Макаревича на Красной площади 12 июня 2019 года. Это вообще по самолюбию. Вот когда я тебе позвонил, у тебя голос был не такой, как обычно. Да, Саша, как ты думаешь, за 50 лет сколько раз такие события с нами происходили, а? Ну, то есть ты что, обрадовался? Я не обрадовался и не расстроился. Я подумал, что вообще всё, что не делается, делается к лучшему. И мы это не всегда понимаем сразу, но всегда понимаем потом. Я потом, когда по телевизору посмотрел кусочек этого концерта с Красной площади, я подумал, как хорошо, что нас там нет. А это вообще помогло? У тебя же концерт вот 29 числа, мы ещё вернёмся к этому. Как там с билетами? Продаются. Увеличились продажи билетов? Я не слежу за этим. Серьёзно? Ну, ей-богу. У меня такое ощущение, да? Вот мне Антон Чернин, твой соратник и пресс-секретарь, прислал длинный список мероприятий, связанных с новостью МВ. И здесь столько мероприятий и репетиции, полвека в движении, фильм, цифровая версия, смак и так далее, и так далее, новости Макара, ну и так далее. У меня такое ощущение, что у нас со времён Брежнева так шикарно не отмечали ничьи юбилей. Да нет, мы пока ничего не отмечаем. Мы поездили полгода и сейчас готовимся к Москве. Смотри, мы начали отмечать юбилей машины времени фактически, когда твой юбилей в ноябре. Отмечали, и вы так хитро сделали, плавно перетекли, значит, в юбилей машины времени. Я же говорю, что Брежнев так не отмечал, как Макаревич. Это Антон специально, значит, так всё выстроил, да, или ты, или вы все вместе. Ну, он старается, конечно, он какие-то придумывает мероприятия. Дело в том, что сегодня люди настолько оглушённые информационным шумом, что добиться того, чтобы они услышали какую-то элементарную информацию, будет очень сложно. Вот, казалось бы, уже везде и афиши висят, и интернет, куда ни ткни, наша афиша висит в машине 50, да? А я то и дело встречаю людей, которые говорят, а где у вас концерт? А когда? А что, 50 лет? Масса людей ещё, до них просто не достучалась эта история. Поэтому вот приходится ходить в гости на разные радиостанции. Ну, мы не разные, мы... Вы лучшие. Вот сегодня у вас, да, вот, чтобы ваша многочисленная аудитория ещё раз об этом услышала. Потому что, конечно, мне хочется, чтобы пришли все. Мы-то стараться будем. И тогда вот не хочется наблюдать какие-то пустые места, например, а стадион огромный. Ты, начиная, по сути, с января, по-моему, с февраля, да, вы начали гастрольный тур. Да. По стране, и не только по стране, были в Казахстане, да? Были. В Кишинёве, по-моему, да? Или будете? Были, по-моему, да. Скажи, пожалуйста, есть места пустые? Нет, у нас не было пустых мест. Сейчас я вспомню. В Казахстане ты, вроде, говорил немножко. В Казахстане, не помню, в каком городе, да, там был здоровенный зал. И там, ну, процентов на 80 он был заполнен. А почему билеты такие дешёвые на Макаревича? Тысяча в среднем? Вот уж совсем этим я не занимаюсь, знаешь. А дешёвые – это хорошо, потому что вообще не очень много денег у людей-то сейчас, правда? Ну, вам вине. Да, мне, я просто знаю, что в разных городах, в разных поездках по-разному стоят билеты, но я вот по аудитории вижу, чем аудитория моложе, тем, значит, билеты были дешевле. Принято считать, что Макаревич – это музыкант вот нашего поколения, да? Ну, так и есть. А откуда молодёжь? Зачем молодёжи, Макаревич? А давай у них спросим. Ну, ты же спрашивала, не разная. Нет. Нет? Нет. Зачем буду подходить к молодым людям и спрашивать? Скажите, зачем я вам нужен такой? Да не приходят, и слава богу. А в чём тогда феномен или феномен, как правильно? Не знаю. Макаревич, а ты не задумывался над этим? Не знаю. Социологов, может, нанять каких-то? Зачем? Зачем мне это знать? То есть ты просто вот как птица поёшь, работаешь? Ну, не знаю, насколько я похож на птицу, но работаем, слава богу. А вот то, что ты постоянно оказываешься в информационном поле, где-то в центре каких-то скандальных своих заявлений, тебе свет не отключают? Я не специально, честное слово. Я могу сказать, что во многом повторяется история советских времён. Тогда выбирали какого-то в каждом жанре кого-то одного для битья. И делали рагу из синей птицы? Ну, там, скажем, в театральной жизни это был Любимов, да, это была Таганка. Вот их надо было долбать. Так. Значит, из писателей там надо было долбать Сложеницына, там, Трифонова, пока Сложеницына не выслали. В кино долбали Тарковского, да, независимо там ни от чего. Сегодня вот очень же удобно. Сидят молодые мальчики и девочки в этих информационных агентствах, да. Они мало книжек прочитали, они не очень интересуются тем, что происходит на самом деле. Им нужен материал, им за эти деньги платят, это их работа. Они знают, что сейчас вот про Макаревича что-нибудь скажи или возьми у него из фейсбука, выдерни две строчечки из целого абзаца и будет шум. Знаешь, я вот столько натерпелся от Макаревича. С одной стороны, как бы хайп, да, я гонорар получаю, чем больше кликов. Вот сейчас на интервью с Макаревичем по поводу того, что тебя не пустили на Красную площадь, там 527, по-моему, только откликов. А заходов еще больше, я премию получу. Представляешь, а сыграли бы мы там, да? Никто бы сегодня уже не вспомнил. А с другой стороны, ты знаешь, даже некоторые коллеги, ну, руку подают, но я чувствую по глазам, что они это самое. И у меня спрашивают, а ты как думаешь, Крым чей? Понимаешь? Как вам не надоест, а? Я включаю 5 лет каждый день. Иссякните вы уже со своей Украиной. Мне неудобно за некоторые твои заявления, допустим, про Крым. А что ж неудобного? И когда ты поймешь, что ты не прав насчет Крыма? А я прав насчет Крыма. То есть ты по-прежнему знаешь? Абсолютно. Слушай, а на Украине что? Что на Украине? Выбрали замечательного парня молодого. Ты знаком с ним? Который пытается эту махину, во многом такую же советскую, как и наша, перевернуть и поставить с ног на голову. Ему очень трудно. А ты с ним знаком, кстати? Конечно. Да? Ну, конечно. Ну, он же КВНчик старый. Потом 95-й квартал, все эти. Ну, конечно, мы встречались много раз. Скажи, что ждет его? Я не знаю, я не пророк. Я ему сочувствую. Я прекрасно понимаю, как ему тяжело. Может, ему надо посоветоваться с Макаревичем? Может, надо песни послушать? Нет, не надо ему со мной советоваться, потому что в этом я совсем не силен. Вот совсем. А почему ты о власти нашей Верховной иногда указываешь? Я указываю. Да, конечно. Про Крым. Ну, напомните мне, где я им что указал. Ну, вот ты говорил, что неправильно вот Крым присоединили. Где? Нет, давайте так, стоп-стоп. Нет, ну, я сейчас специально не готовился. Вот. У нас очень любят фразу перевернуть по-своему. Я никому ничего не указываю. Я высказываю свое отношение к этому. Вот и все. Ну, а вообще посолиднее ты собираешься стать, допустим, к 70-летию, к 75-летию? Куда же солиднее-то? Ну, в смысле, чтобы заявления были посолиднее, чтобы там не звучали. Я не делаю никаких заявлений. Слушай, ну, в редких случаях, когда я не могу сдержать своих эмоций по поводу происходящего, я что-то публикую. Иногда потом жалею, потому что, в общем, можно было и промолчать. Я все равно при своем мнении... Часто жалеешь? Не останусь. Нет, редко. Редко. А когда ты жалеешь, ты что? Ты однажды мне звонил, говоришь, слушай, убери это, я не хочу. Что-то сказал, а потом... Ну, что-то ляпнул, я же эмоциональный, слушай, я музыкант. Говоришь, Саш, убери это. А как я уберу, если там уже обсуждают? Если мне уже гонорар платят? Уже платят. Ну, верни деньги. Слушай, с Украиной, что вообще происходит на Украине и что в Донбассе на самом деле? Как я мечтаю о том дне, когда на всех наших ток-шоу у Киселева, у Вова Соловьева, у этого страшного Шейнина вдруг скажут, товарищи, господа, мы живем в России, хватит тут же про Украину, давайте про наши дела поговорим. Ну, чего-то все это не наступает и не наступает. Давайте про наши, давай. Что тебя интересует про наши дела? Меня интересует один вопрос. Прежде чем самый острый, острейший вопрос Андрею задать, давай мы вот из тех, что вам запретили играть на Красной площади. Да дело же, они же не песни запретили играть. А. Они посчитали, что мы не вписываемся в общую концепцию этой концертной программы. Они были правы. Абсолютно не вписывались. То есть ты не вписываешься. Выглядели бы там вполне себе инородным телом. То есть я предполагаю, что это просто был такой хайп накануне концерта. То есть еще скажешь, что мы сами это и устроили. Нет, ты кого-то, может быть, подговорил. Ну, конечно, позвонил. Дмитрий Анатольевич, по старой дружбе. Уберите нас, а только. Ну, я тем более. Ну, что ты. Так, там, вот из старых, там какая была песня? Однажды мир прогнется под нас. О, ну, давай тогда мы чуть-чуть. Это с пластинки запись. Это новые, новые. Это старые. Старые? Это как раз с пластинки отрываюсь. Мы готовим к выпуску праздничную коробку из пяти дисков с антологией такой, лучших песен. Там новые будут или старые? Там будут и новые, и старые. А поскольку по звучанию они очень отличались, писали там и первые песни, черт знает на чем, а последние уже писали нормально, включая берут. Кутиков, бедный, сидел несколько месяцев, и это все, насколько возможно, приводил к общему такому акустическому знаменателю. И вот, судя по всему, у него хорошо получилось. Слушай, а вот чем объяснить, что твой голос тогда искренне звучал? А сейчас как-то фальшиво, да? Нет, не то, что фальшиво, а сейчас другой Макаревич. Ну, вообще люди взрослеют. Не замечал? Тембр голоса может меняться. Нет, и тембр голоса, и какая-то вот искренность, и непосредственность уходят. То, что песни мои, написанные сегодня, и написанные 30 лет назад, отличаются, это совершенно естественно. Мне было бы страшно смотреть на человека, который на протяжении 50 лет пишет одно и то же. Ты имеешь в виду содержание песен или исполнение? Не только содержание, исполнение, настроение, состояние, умение, все что угодно. Джазовые твои композиции слушал там. Вообще такое ощущение, что ты хочешь спрятаться от жизни, от каких-то жизненных проблем. А ты считаешь, что джаз – это то место, где надо прятаться от проблем? Ну, по крайней мере, там на первом плане не Макаревич, не его голос, а там музыкальные инструменты – это о чем ты говоришь? Ничего подобного. Ты просто очень не любишь джаз. Видимо, плохо его знаешь. Ну, ну, может быть, может быть. Звуков там гораздо меньше, чем в машине. Песни там поются исключительно актуальные, если говорить о проекте «Your Five». Да. То есть, в общем, мне кажется, что там лучшие мои песни собраны, а в этом проекте. И вот уж прятаться там не за что точно. Скажи, почему в последние годы наша интеллигенция так далека от народа стала? Ну, самый близкий – Шнур. Шнур? Да. Близкий к народу? Да. У майки ходят гамма-чекоты. А, ну, если хождение в майке означает близость к народу… Ну, все равно его… То есть, матом ругается – значит, близость к народу. Да. Я тоже слово «б***» могу сказать. И что? То есть, ты не считаешь, что наша интеллигенция сейчас далека от народа? Я не умею мыслить классовыми категориями. Так. Я не знаю, какой линейкой мерить близость или дальность к народу. Я не очень знаю вообще, что такое народ. Вот я заметил, что все мои, мягко скажем, критики, да, они почему-то все время говорят от имени народа. Они все время говорят от лица «мы россияне». Ни один не написал «я вот думаю, что вы, Андрей Вадимович, не правы». «Мы россияне считаем». Да кто вам дал право говорить от лица «россиян»? Я в 10 раз больше россиянина, чем вы все. А почему такое раздвоение? Вот Макаревича как кумира любят, но когда Макаревич выдает свои посты или открывает рот как оратор, главарь, вот, почему у тебя не принимают? Ну, во-первых, еще как принимают, потому что я слежу за тем, кто поставил лайк, а кто поставил дизлайк, так называемый. Соотношение где-то 20 к 1, так что все в порядке. На каждый чих все равно не наздраствуешься. Кто из твоих друзей 20-летней давности вот ходит и придет на твой концерт? Ну, я пригласил массу друзей, я думаю, что друзья-то все придут. А кого ты не пригласил? Не пригласил, наверное, всех остальных. Вот твои враги кто? Нет у меня врагов. А кто ж тогда наезжает на Макаревича? Да откуда я знаю этих людей? Кто там на меня наезжает? Если ты Чеченину имеешь в виду, так я знать не знаю, это никогда на меня подругой не было. А так что-то я не видел, чтобы на меня кто-то наезжал. Вот ты говоришь, что классовая сущность, классовый характер, тебя это не интересует. А ты себя позиционируешь, ты кто из крестьян? Ну, давай так. По отцовской моей линии, да, это все крестьяне из Западной Белоруссии, хуторяне. Мама, медик потомственный, кстати, и бабушка жила под Витебском. У нас была небогатая интеллигентная семья московская, жили мы на Волхонке, родители пахали с утра до ночи. Воспитание я получил, по-моему, очень хорошее. Я просто читаю иногда, что Макаревич из богатой семьи, там, значит... Да, научные, родители. А ты богатый вот сейчас? А с какой цифры богатство начинается? Ну, не знаю, у тебя есть особняк. Особняк? Особняка у меня нет, у меня есть загородный дом, в котором я живу. Зато у меня нет в Москве квартиры. У тебя горничная, сторож? Есть, конечно, сторож. Вот, горничная? Нет, горничная нет. Повар. И повара нет, глупо мне еще и повара брать. Слушай, я живу один, зачем мне повар? А вот ходили некоторое время такие вот сведения, хоть что-то не сказал, слухи, что ты уже не один? А я совершенно не обязан на такие вопросы отвечать. Мало того, я считаю задавание таких вопросов признаком дурного тона. Личная жизнь. Знаешь, почему называется личная? Потому что она личная. Вернуться к Украине. Вот если ты вот такой вот близкий человек к Зеленскому, почему ты не спешишь? Да я не близкий человек к Зеленскому. Мы с ним виделись несколько раз в жизни. Мы знакомы просто. Ну да. Вот, смотри, сколько народу, я имею в виду артистического, в хорошем смысле, из России не пускают на Украину. Да. Вот. Занесли всякие дурацкие списки. Это не только артистов, но и писателей, художников и так далее. Все эти истории были сделаны не Зеленским, а Порошенко, правда? Вот сейчас. Но согласись, что человек, придя впервые в жизни в политику и сев на самое главное место, не может за месяц и за два взять и все исправить так, чтобы всем все нравилось. Я думаю, что дойдут у него руки и до этого тоже. Предполагаю, что ему сейчас более важные вопросы приходится решать. Но и до этого дойдет, я уверен. Скажи, вот он какое на тебя производил раньше впечатление? Очень хорошее. Вот ты считаешь, что это что, действительно президент? Да. А что такое президент? Из какого-то другого материала должен быть сделан? Президент должен быть честным, образованным, интеллигентным человеком. Этого вполне достаточно. Но ты в последнее время осторожнее стал все равно. Раньше ты больше так охотнее. Ты знаешь, я и раньше не был безрассудным. И сейчас не считаю, что я себя как-то сдерживаю. То, что я чувствую, то и говорю, в общем. Но раньше ты власть больше поддерживал. Да. Конечно, я вспоминаю. Ну, значит, было за что ее поддерживать. Ты думаешь? Думаю, да. Это ты Бориса Николаевича поддерживал? Я поддерживал Бориса Николаевича. Я же помню тебя в 96-м году на всех. Да, я и Дмитрия Анатольевича поддерживал. Вот. Ну, мы пока о Борисе Николаевиче говорим. Да. Ты на всех предвыборных поездках... Да, я был доверенным лицом. ...ходил и, значит, ты говорил, голосуете за Бориса Николаевича. Да, совершенно верно. И ты ни о чем не жалеешь? Нет. Ты не чувствуешь свою вину? Нет. За судьбу страны? Ну, потому что мы с тобой привели, может быть, не того президента. А может быть, того? Все хорошие, народ отличный. Президент плохой. Причем после того, как он же не президент. Пока он президент, он хороший. Потом ушел. О, из-за него все было. Ну, может быть, не из-за него. Может, и из-за всех нас понемножку, а? Меня до сих пор клянут, значит, что ты вот с Макаревичем дружишь, он ездил там, не на той стороне выступал там и так далее, и так далее. Но я объясняю, как все было на самом деле, перед кем выступал Макаревич. Вот смотри, сколько уже Зеленский занимает эту должность, почему до сих пор гибнут? Ничего еще, считай. Гибнут. Когда инаугурация была, господи. А до сих пор гибнут люди, что можно сделать? Очень легко говорить со стороны, сидя у себя на диване или на радио перед микрофоном, мы не знаем и десятой части истинных деталей происходящего ни с их стороны, ни с Донецкой. Не знаем, понимаешь? Я не могу себе позволить рассуждать о чем-то, если я некомпетентен. Вот если бы передо мной была вся информация, я бы, наверное, сначала ужаснулся и в этой ситуации не стал бы давать ему советы, потому что кто я такой, чтобы ему давать советы? И я тебе уверяю, что Зеленский – это не тот человек, который хочет войны. Вот я тоже очень не хочу, чтобы война продолжалась, потому что она бессмысленна. Потому что рано или поздно она все равно прекратится, ибо не бывает вечных войн. И протяженность ее будет связана только с большим количеством погибших и пострадавших. Уже, по-моему, всем ясно, что никому эта война не нужна. Почему она такая у тебя вредная песня? Как же она вредная? Она очень полезная. Ты обзываешь? Так, 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 так. Кого? Тех, кто в клетку посадил там. Так, так, давай, давай, давай. Кого я обвиняю? В чем? Вот, марионеток. Да, и кто это? А они виноваты, что они марионетки? Конечно. В чем они виноваты? В том, что они марионетки. А может, у них так жизнь сложилась? Безусловно. Но разве человек не хозяин своей жизни? Ну, он должен быть. О, опять мы с тобой сходимся. Но не такой богатый, как... Это основа любого человеческого иерархического устройства, понимаешь? Расшифрой. Ну, если есть пирамида, то всегда тот, кто сидит наверху, так или иначе дергает за ниточки тех, кто под ним. И не я это придумал. Вообще, куда должна Россия идти? В Европу или в Азию? Конечно, в Европу. Что значит Европу? Что-то под этим? Ну, есть культура европейская, есть культура азиатская. И я считаю, что русская культура ближе гораздо к европейской. Вообще, не надо никуда ходить. Мы занимаем огромную часть суши на планете, да? Просто надо брать лучшее от тех, кто нас окружает. Ну, это банальщина ты... А ты знаешь, что самые правильные мысли выглядят банально? Дважды 24, это чудовищно банально. Тем не менее, верно. Следующие 50 лет, куда поедет машина? Чем займется Андрей? Ой, давай мы сначала вот это 29 июня переживем. Вот скажи, что ты... Вот про 29 июня ты уже год говоришь. Что это будет? Это будет большой концерт. Я очень надеюсь, что такая будет солнечная погода. Сколько будет длиться? За окном. Длиться он будет часа два, а дело не в протяженности. Хочется, чтобы он энергетически и по настроению всем запомнился. А дальше у нас, ты уже Брежнева вспоминал сегодня, ему исполнился уже 71, а ему все еще несли подарки к 70-летию. Это я к тому, что наступит следующий год, а у нас часть гастролей, посвященных нашему 50-летию, перенеслись туда. Потому что в этом году не уместились Америка, например, и Европа будут уже в 20-м. Скажи, у меня такое ощущение, что ты сначала не собирался вот такой вот грандиозный концерт, у тебя были сомнения. Я больше люблю площадки небольшие, когда я вижу лица людей, когда я слышу их реакцию. А когда ты играешь на стадионе, они запели, а звук от них долетает до тебя через секунду, понимаешь, да? Очень большие пространства, но я не любитель этого дела. Но вот так мы решили. Кутиков у нас, спартаковский болельщик, предложил этот новый спартаковский стадион. Сказал, что там очень уютно, очень хорошо. Ну и давай там сделаем, да. Скажи, пожалуйста, вот я знаю, что у вас несколько есть благотворительных проектов. О них не принято говорить. Вы что, стесняетесь или мало вкладываете? Я считаю, что не очень красиво кичиться своей благотворительностью. Зачем это? Важно то, что ты это делаешь. Нет, ты на вопрос не ответил. Отвечаю. Работаю постоянно с несколькими благотворительными фондами. Сейчас я хочу, кстати, в честь 50-летия нашего, для фонда «Созидание», которые занимаются адресной помощью маленьким детям, да, со сложными болезнями, хочу продать одну из своих рабочих гитар. Гитара, сама все достойно, это Гибсон 89-го года, Чет Аткинс. Я еще хочу, чтобы был организован аукцион, чтобы она действительно принесла этому фонду большие деньги. Андрей, а скажи, пожалуйста, а какие подарки вы готовите своим поклонникам, своим фанатам? Со дня на день должна выйти книжка новая, моя, с рассказами. Называется она «Астраконы». Если кто не знает, что это слово обозначает, говорить не буду, поинтересуйтесь сами. Во-вторых, Миша Марголис, уже третье дополненное издание, сделал «Истории машины времени». Не, она тоже выходит сейчас, по-моему, она лучше и лучше становится. Во всяком случае, всего, что про нас писали, на мой взгляд, она наиболее объективная и точная по фактам. Потом Саша Лепницкий делал кино про «Машину времени» телевизионное 10 лет, по-моему. Всё-таки сейчас 50-летие должен закончить, и на канале «Ностальгия» это должны показать. Сняли хороший документальный фильм про Вертинского, который вообще я Вертинского очень люблю. И я там один из таких ведущих, как бы комментаторов. Но я старался как мог, мне трудно со стороны себя оценивать в этой ситуации. Скажи, пожалуйста, как твой близкий, как сынок? Сын снимается, сейчас на кинотавр поехал. У тебя внуков нет пока? Внуков у меня здесь нету. А где? Ну, есть у меня в Америке внуки. Да, сколько? Они не вполне родные, скажем так. Почему, ну? Ну, потому что это дети мужа моей дочери, вот так скажем, да? А, ну, какая разница? Ну, никакой, там две девочки уже девушки, одна уже колледж закончила, и один парень, одну зовут Сара, одну зовут, о господи, вот ты меня сейчас... О, наконец-то! Спасибо, да, я с этой машиной времени совсем оторвался. Они знают, что у них такой знаменитый великий дедушка? Ну, конечно, знают, я же к ним приезжаю иногда, и они ко мне сюда приезжают. Вспоминай, вспоминай, Андрей. Не мучай меня сейчас. Антон, Чернин, это твоя недоработка, что шеф не знает, как его внуков зовут? Сейчас, ну, дочь зовут Дана, знаешь, вот это я знаю очень хорошо, да. Муж ее зовут Крис. К внукам ты поедешь? Они приедут на концерт. Серьезно? Ну, конечно. Ух ты, классно! Значит, маленькая это Сара, а та, которая колледж закончила вот две недели назад, это Эмма. А парень, который уже совсем взрослый, баскетболист, Джамми, его зовут Джамми. Вот все радиослушатели убедились в том, что Андрей Вадимович Макаревич наизуй знает имена своих внуков. Подвиг-то какой, да? Вот. Что бы ты им посвятил? А ты считаешь, что им должны какие-то песни посвящать? Не знаю, я не знаю. Я вообще не любитель что-то кому-то посвящать, знаешь, что-то в этом есть салонное такое, такой северянин из женского альбома, не мое это. Это ты захотела, чтобы они приехали на концерт? Почему они сами захотели? Они видели тебя, слышали, я имею в виду, на концерте. Мы же в Америке играли, много раз они приходили. Как они оценивают? Ну, им нравится. Нет, но они искренне говорят. Они русского не знают просто. А, русского не знают? Ну, да. Поэтому, наверное, им... Они это по-своему все слышат. Скажи, а ты как к этому относишь, что твои внуки не знают русского? Да все нормально я к этому отношусь. Слушай, они американцы, они родились в Америке, а они живут своей жизнью замечательной. Дочь моя прекрасно говорит по-русски. Почему вы остались, почему вы на острие? Да кто же это знает, ну. Ну, почему, допустим, масса групп разбежалась? Ну, давай я тебе расскажу. Почему? На дуа каждое утро есть кефир с грецкими орехами. И группа твоя доживет до 50 лет. То есть ты опять уходишь от ответа? Ну, я не знаю, брат. Так получилось, повезло. Ты знаешь, ты просто не хочешь, чтобы другие повторили вашу судьбу. Конечно. Я страшно вообще такой жадный, как говорят, знаешь, вот. И очень недобрый человек. Наконец-то Макар раскололся. Конечно. В конце. Вот на этой оптимистичной ноте мы и заканчиваем программу «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Я думаю, что это была одна из лучших моих программ. Вот с чем я тебя и поздравляю. Дорогие слушатели радио «Комсомольская правда», я знаю, как сегодня трудно услышать то, что от вас хотят, чтобы вы услышали. А я очень хочу, чтобы вы услышали, что 29 июня «Машина времени» ждет вас всех на стадионе «Спартак-арена-открытие», потому что там будет происходить главный концерт нашего тура, посвященного 50-летию нашей команды. Приходите, пожалуйста.